МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Давид. И сегодня мы поговорим о сервисе Другбокс. Почему же Другбокс? Как показала статистика, Другбокс является лидером рынка. И сегодня мы узнаем почему. Другбокс это хранилище файлов в облачном сервисе, то есть оно находится в интернете. Другбокс предоставляет 2 гигабайта свободного места для хранения файлов на бесплатном аккаунте. Также есть платные аккаунты, которые предоставляют больше свободного места. Кроме этого, Другбокс предоставляет бесплатную возможность увеличить облачное хранилище до 8 гигабайт. Но об этом поговорим позже. Другбокс позволяет синхронизировать файлы между компьютерами и мобильными устройствами. А также каждый файл, который вы положите в папку Другбокс на компьютере, автоматически загрузится в облако, а оттуда распространится на все ваши компьютеры, телефоны, а также будет доступен через веб-сайт dropbox.com. Другбокс поддерживает множество платформ. Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android, BlackBerry. На любом компьютере вы можете получить доступ к своим файлам при выходе в интернет. Сервис Другбокс предоставляет возможность обмениваться файлами друг с другом, помещая их в папку Другбокс на своем компьютере. То есть, если вы поместили свои файлы в папку на компьютере, то вы можете поделиться ими со своими друзьями, коллегами. Кроме того, Другбокс можно использовать для создания резервных копий важных документов, файлов и папок. Если у вас есть такие документы, разместив их в облаке Другбокс, вы никогда их не потеряете. Удаленные и измененные файлы еще 30 дней хранятся на сервере Другбокс. Это означает, если вы удалили какой-то файл случайно, вы можете восстановить его в течение 30 дней. Вы можете восстановить, кроме этого, любую версию файла, который изменялся неоднократно. Если вы регулярно изменяете файл, то вы можете откатиться на любую версию, которая была создана в предыдущие разы. Вот такой вот он сервис Другбокс. А теперь давайте узнаем о нем немного больше. Итак, чтобы зайти на сайт Другбокс, вводите в поиски слово Другбокс и переходите по ссылке. Итак, вы можете сразу же скачать приложение, но для начала давайте зарегистрируемся. Вводим свое имя, фамилия, имейл, любой, какой у вас есть, и пароль. Жмем зарегистрироваться. И нас перенаправляют на страницу, где начинается автоматическая закачка Другбокс. Давайте вернемся на главную и войдем через свой новый аккаунт. Вводим имейл и пароль. Нас перенаправляют в наш офис. Итак, файл уже загружен, давайте его запустим. Производится загрузка файла. Все, загрузка завершена. Вводим имейл и пароль. Нажимаем войти. Итак, мы можем посмотреть расширенные параметры. Можем изменить место расширения папки Другбокс. Или изменить выбирковую синхронизацию. Так, мы открываем папку Другбокс. Перемещаем туда фотографию. Фотография синхронизировалась и загрузилась, как мы видим, по зеленой галочке. Итак, проверяем сайт. И сайт у нас обновился. Появилась такая картинка. Мы можем ее увеличивать. Также у нас есть изначальный файл под названием «Начало работы с Другбокс.пдф». Итак, здесь есть много полезной информации, которая может вам пригодиться. Но с ней, пожалуйста, ознакомьтесь самостоятельно. Дополнительное бесплатное место на Другбокс можете получить в вкладке «С чего начать». Там вы увидите шаги, которые вам нужно пройти, чтобы получить дополнительную память. Чтобы поделиться файлом, скопируйте его в папку Другбокс. И дождитесь окончания синхронизации. Вы поймете это по зеленой галочке. Итак, нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем Другбокс «Share Admin». Нам открывается веб-сайт, в котором нужно кликнуть по кнопке «Copy link to this page». После этого можете отправить ссылку друзьям, вставив ее из буфера обмены. Также вы можете использовать Другбокс на своем телефоне. Войдя под свою учетную запись, вы получите доступ к своим файлам. Что касается работы с Другбокс на компьютере, вы можете открыть папку Другбокс при помощи ярлыка, установленного на рабочем столе. Также при помощи ярлыка в правом нижнем углу экрана вы можете остановить или восстановить синхронизацию. Также вы можете перейти на сайт droopbox.com или перейти в главную папку Другбокса. Переходим в параметры и смотрим. В основных параметрах мы можем изменить язык системы, запускать или не запускать Другбокс при загрузке системы. Мы можем изменить место расположения в папке Другбокс, отключить аккаунт. Также мы можем установить загрузку фотографий или видео. В пропускной способности мы можем изменить скорость загрузки и скорость передачи. Также мы можем изменять фроки сервера, но это не рекомендуется делать тем, кто не знает, что это такое. Как я уже говорил, вы можете восстанавливать любую версию файла, созданную в папке Другбокс. Для примера, создам папочку, назову её «Курс», пусть это будет мой курсовой проект. В этой папке я создаю текстовый документ. Назову его «Курс1». «Моя курсовая работа». Теперь сохраняем этот файл. Сейчас, когда произойдёт синхронизация, мы снова открываем файл и изменяем. «Содержание», «Глава 1», «Глава 2» и так далее. Сохраняем этот документ снова. После чего он у меня снова синхронизируется. Я нажимаю правой кнопочкой мыши на мой документ, «Другбокс», «View Previous Version», что означает «Посмотреть предыдущие версии». Открывается сайт Другбокс, где я вижу все свои предыдущие версии. Вот, первая версия, «Oldest», она отмечена, и вторая версия. Я могу откатиться на версию «Назад», выбрав её списки и нажав кнопочку «Restore». Мой файл был восстановлен, и сейчас мы его можем просмотреть. Два раза кликаем по файлу и видим, что наша первая версия была восстановлена. Таким образом вы можете восстанавливать абсолютно любые версии файлов, которые вы изменяете в процессе работы. Вот такой вот замечательный сервис. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!